Сегодня, как и всегда, взошло солнце, расцвел новый день, и на свою непростую работу отправились пчевы. В какие поля и сады они полетят, какие цветы успеют опылить, и в какой дом принесут свой драгоценный мед. Давайте узнаем. Симферополь Небольшое село под названием Красное Симферопольского района. Сейчас именно здесь, среди невысоких холмов, стоит кочевая пасека нашего героя, пчеловода Николая Клочко. Он занимается пчелами более 30 лет и, конечно, давно изучил лучшие места в Крыму, где пчелы могут собрать экологически чистый и вкусный мед. Но за крылатыми труженицами дело не станет. Уж они-то постараются раздобыть взяток даже сейчас, когда цветение большинства растений давно завершилось. Но насекомые, судя по всему, относятся к этому философски. Пока солнце всходит, для них есть работа. А значит, есть и возможность поделиться со всеми своим медовым счастьем. А вы не будете экипироваться в эту прекрасную шляпу? Ну, пока пчела такая более-менее спокойная, поэтому нет, да я и не люблю, честно говоря, работать вот в экипировке. Это усложняет? Ну, усложняет немножко неудобства, да. А потом, когда работаешь вот в такой естественной среде с пчелами, то хочется и самому быть естественным, не экипироваться. Это раз. Во-вторых, ну, у нас порода, есть разные породы пчел, вот, поэтому у нас так более-менее спокойная, не злобливая. Порода называется бакфаст, это завезенная, завезенная порода, вот. А есть самая, самая такая злобливая, это среднерусская. Она распространена, вот, Сибирь, центральная полоса России, ну, она приспособлена к тем суровым климатическим условиям. Там вот так вот по пасеке ходить свободно нельзя, а мы вот избалованы, можно сказать. Но пчел все равно, вот так я говорю, и красиво, и одновременно страшновато. Но агрессии никакой не чувствуется, потому что, кажется, ну, вот пчела, она только добро несет людям. Ну, в принципе, да, добро несет людям. Первоначально это было, так называемое, бортничество. Пчелы жили в дикой природе, в лесу, в дуплах. Пчела в этих дуплах отстраивала соты, жила веками, воспроизводилась, складывала туда мед. Никто его не трогал, пока не пришел человек. Ну, еще медведь. Медведи очень любят пчел. Они залазили на деревья, в эти дупла, разоряли их и лакомились медом. Пришел человек, начал заниматься бортничеством. Это еще в те давние, средние века, скажем так, 15-й, 16-й век, 17-й век. Вот, потом стали делать уже так называемые дуплянки. То есть брали дерево такое, толстое довольно, чтобы оно было, ну, где-то в диаметре не меньше метра, наверное. Вот. И делали искусственное дупло. В 19-м веке известный украинский пчеловод, исследователь Прокопович изобрел уже разборной улей, который вот и сейчас система такая разборного уля применяется и нами. На материковой части страны пчеловодство развито лучше. У нас в Крыму меньше медоносных культур. Меньше столь важных и для растений, и для пчел осадков. Хотя все эти сложности вовсе не пугают наших мастеров медового дела. Поэтому и сложилась в Крыму своя особая традиция. У нас пчеловодство кочевое. Мы вот на таких платформах пчел перевозим к другим полям медоносов. Ну, естественно, это накладывает на себя определенные, увеличивает затраты по времени, материальной, денежному выражению. Перевозка – это тоже такой процесс непростой. Надо ехать только ночью перевозить. Ночью они не повылетают с ульев. Если мы сейчас повезем, мы их растрясем, то они начнут вылетать из ульев. И мы пасеку отвезем, а пчелы вернутся вот сюда, на старое место. У нас в Крыму высевают медоносы такие, как первое – это рапс, потом горчица, эспарцет, кориандр, донник, подсолнух, шалфей, лаванда. Это основные такие медоносы, которые культурные, скажем так, не дикоросы высевают. Ну и уже исходя из опыта пчеловодного, уже знаешь, в какой период будет свести тот или иной медонос. Допустим, рапс цветет в апреле. Мы были в Красногвардейском районе, в Сакском, в Белогорском районе. И самый дальний регион, это был Раздольнинский район, за 120 километров мы выезжали. Зачем же вы в такую даль ехали? За каким медоносом? Ну вот, ехали зачем? Зачем, чтобы собрать мед побольше. Мы выезжали и на подсолнух, и на эспарцет, и на кориандр, и в горы на горный мед с горного разнотравья. Это урожай в этом году, пчелиный урожай, медовый урожай, хороший. В общем-то, на семью вышло более 50 килограмм на одну семью, так что значительно больше. Все пчеловоды остались довольными, ну, в том числе и мы тоже, наше хозяйство. Каждый старается выбрать себе в жизни дело по нраву, чтобы оно приносило радость даже спустя много лет. И наш герой пришел к пчеловодству почти случайно, при том, что все его детство прошло среди деревенских пейзажей. В детстве я боялся пчел. У меня есть фотография, где шестой. Я родился в селе, в Харьковской области. Мое детство прошло, в общем-то, было связано все с природой, детство и юность, скажем так. Потом я уехал в Харьков, учился в техникуме, армия, институт. Но, вот, наверное, то, что я получил в детстве и в юности, вот это общение с природой, мне до сих пор, вот, не то, что знакомы, они стоят в памяти, эти запахи спаханной пашни. Проезжаешь сейчас, или мы же стоим там с пчелами. И вот они мне все, не то, что знакомы, они мне родные. Попал в Крым, работал в прокуратуре, но в 81-м году, это было, в 86-м году, это прошло 5 лет, мой одногруппник, с которым мы работали здесь, в Крыму, предложил мне заняться пчелами. Но я как-то так, вообще-то, воспринял с опаской занятие пчелами, потому что у меня такая аллергия, ну, небольшая, но все равно была. И у меня были случаи укуса пчел, где глаза были заплывшие и так далее. Ну, я так подумал, почему бы и нет, вот такое вот хобби, потому что тогда была работа, интересная работа, мне нравилось работать следователем прокуратуры. Вот, и я думаю, а как хобби, почему бы и нет. Я познакомился с пчеловодом, который был гораздо старше меня, опытным, и вот он немножко меня так... А потом я читал литературу, журналы, книги, читал. Ну, интернета не было тогда, слава богу, наверное. Я вот иногда так думаю, когда там выпадает свободная минутка, или я, может быть, в прошлой жизни был там каким-то землепашцем, земледельцем. Вот, и мне кажется, что вот любовь к земле, любовь вот к сельскому хозяйству, такая тяга, наверное, она все-таки не случайна. Если бы я не стал там юристом, то, может быть, я бы и был бы где-то работником сельского хозяйства. А кто же главные помощники в пчеловодстве? Конечно, семья, дети и жена Марина. И может сейчас, когда на пасеке есть профессиональные сотрудники, физическая помощь не так нужна, но поддержка, забота и любовь семьи остаются главной движущей силой всего большого хозяйства. Я часто не бываю дома из-за такого вот летом напряженного графика рабочего, потому что пасека находится за 100 километров, рано уезжаешь, поздно приезжаешь. Какие-то вопросы, ну, лежат, основные вопросы семьи лежат на ней, на жене. Уже я тут не могу летом помочь, вот. Она меня не пилит за это, вот, что я там мало могу уделить, когда внимания и ей, и детям, вот. Поэтому она понимает. Я работала бухгалтером в фирме кондитерской, вот туда мед привозил. Ну, как-то все так вот получилось. Очень быстро, буквально через полгода мы уже ждали нашу девочку. Самое главное – это поддержка во всем. То есть гармония в доме – это самое-самое важное. Если в доме есть взаимопонимание, любовь, то и будет идти и работа, и успех будет. И, конечно, все будет всегда получаться. У нас трое детей, которые двое уже ходят в школу. Третий у нас маленький, еще два года. Ну, и несмотря на такой возраст, там, 10 и 7 лет, но они тоже уже принимают участие посильное в занятии пчелами. Мы часто приезжаем на пасеку. Как вы и с детьми, наверное, приезжаете? И с детьми. Ну, старшая дочь у нас очень боится пчел, но она только в маске. Я – нет, я свободно могу без маски ходить. Ну, как и вот средний сын, мы свободно с пчелами общаемся, скажем так. Мы не боимся. Сразу, серьезно, я так думаю, дети это не воспринимали. Ну, сейчас уже, конечно, Максим задумывается, там, а вот это, да, действительно, не просто занятие приносит и доход, и он видит это все, несмотря на то, что он маленький. Все, конечно, возможно. Кому-то все это надо будет передавать. Ведь это огромная база, которая создавалась мужем около 30 лет. Поэтому просто так бросить это все я не представляю. Я как веду бухгалтерию, в принципе, но изначально, когда еще у нас совсем мало было сотрудников, мы много чего делали вместе. И на пасеке я помогала, и ездили мы, и в поле вместе выезжали. Потом уже, впоследствии, конечно, когда у нас появились сотрудники, девочка есть фасует мед, мальчики ему помогают на пасеке, и я уже больше отошла к семье, к детям, ну и к дому, конечно, потому что, когда трое детей, то работы очень-очень много. Основа здоровья человека в чем заключается? В его питании. Питание — это, в первую очередь, сельская сельхозпродукция. Это и овощи, и фрукты, и мед, и любое, ну, другое производство какое-то. Изначально это все производится не в городе, правильно, это все, естественно, с сельской местности. То есть это самое главное, мне кажется. И все же заниматься пчелами — дело сложное. Стать пчеловодом — это одно, а стать хорошим пчеловодом — другое. Тем более, что сейчас, по словам нашего героя, на государственном уровне пока не разработана система, которая будет помогать развитию пчеловодства, как это было, например, в Советском Союзе. К тому же за последнее время в связи с использованием химических препаратов для опрыскивания медоносных культур пчелы начали погибать целыми семьями. Пчелы — это не только мед, а пыльца, прополюс, там, перга, а пчелы — это опыление. 95% из всех участников опыления — это пчела, 95%. Остальное там шмели, какие-то дикие пчелы. То есть не будет пчел, не будет садов. Ну, говорят, что великий Эйнштейн, ему приписывают слова, что не будет пчелы, через 40 лет не будет и человека. Ну, вот мы в этом году сделали такой, я лично, сделали такой эксперимент. Мы взяли, значит, три яблони, три дерева яблони. Мы полностью изолировали от посещения пчел. Сеткой закрыли. А рядом такие же были деревца соседние, аналогичные. Ну и хочу сказать, что урожай был на 50% ниже, там, где не опылялось, а может быть даже и больше. Это мы смотрели в июне месяце, сейчас вот надо будет в сентябре еще. Вот вам прибавка к урожаю. Но вернемся на пасеку. Нам сегодня надо успеть поработать не хуже пчел. Помочь летуньям в добыче нектара мы вряд ли сможем, но у нас есть шанс познакомиться с ними поближе. Вон, как они нас окружили. Летают, присматриваются, охраняют свои владения от чужаков. Хотя за время съемки ни один человек не пострадал. Пчелы сегодня добрые и весьма разговорчивые. В пчелах можно говорить до бесконечности, как говорил мой товарищ, что пчела, как и женщина, до сих пор еще до конца не изучены. Но, тем не менее, в общем-то, в основном это все наука изучила. Пчелиная семья состоит из матки, которая родоначальница. Без матки уже пчелиная семья, как единый такой синхронный механизм, функционировать жить не будет. Пчелы подразделяются на рабочие. Рабочая пчела внутри уливая, та, которая нектар собирает, которая воду носит. Есть пчелы-разведчицы. Ну и еще в пчелиной семье это обязательно трутни. Трутни, они необходимы для спаривания с маткой. Трутни пчелы выводят где-то в апреле, в конце марта. Ну это в нашем регионе. Они их лелеют, скажем так, выращивают, кормят, выхаживают. Но наступает август месяц, они их изгоняют из улив. Это в прямом смысле слова, они вытаскивают за крылья их, сгоняют с сот, с рамок и все. Они выходят наружу, их не кормят, не допускают кормам и они пропадают. Ну вот мы сейчас вся тая святых в хранилище, медовом, пчелином. Совершенно удивительно, когда их так много. Да. Вот рамка, сотая рамка. Здесь находится, вот это мед, это готовый, запечатанный. Это еще не запечатанный, вот они, мы даем им подкормку, они складывают. Вот здесь вот желтенькая, это перга. Желтенькая, это пыльца, сложили пыльцу, видите, это пыльца с подсолнуха. А вот коричневые, это будущее поколение пчел, это уже там куколка, которую они запечатали восковой крышечкой. И она вот через несколько дней, пчела оттуда уже взрос, молодая, настоящая пчела из куколки превратится в пчелу и куколка. И она выйдет из этой ячейки уже молодая, хорошая, здоровая пчела. Матка, кстати, вам повезло. Вот с красной меткой, это родоначальница семьи, видите, вот. Она отличается, ну, во-первых, метку такую ставят в зависимости от года. Вот, в этом году зеленая метка, цвет должен быть, это прошлогодняя. А как эта метка? Ну, делаются карандаши специальные, карандаш такой наносится, вот краска. Это раз, чтобы ее различать. Ну, и, во-вторых, она отличается размером, видите, размером пчелы. У нее брюшко большое такое, там яйца, которые она откладывает. Вот. Кстати, матка откладывает в сутки летом от полутора и больше двух тысяч яиц. Она не спит, она не сидит. Две тысячи? В сутки. В сутки. В сутки. Все-таки, насколько пчелы удивительны. Мы вот в поле применили такой способ, который не мешает. Здесь нету чужих пчел, другим пчеловодам. Вот у нас такие корыта. Здесь лежит солома в качестве плотика, чтобы пчелы не тонули. И мы туда берем мед, который частично отобрали у пчел. Разводим его с водой. Делаем такой медовый сироп. И выливаем, чтобы они понемножку брали, вот себе в улья приносили. Это создает иллюзию естественного взятка и стимулирует работу матки. Как мы видим, что уже ничего не цветет, нигде ничего не цветет. Уже высохшая. Все засохло. Да, засохло, выгорело. И вот таким вот образом происходит процесс. Там у нас еще стоит паилочка. Пчелки в воду берут, им нужна кроме сиропа, нужна еще и вода для приготовления корма личинок. Потому что, как я уже сказал, выкармливают ей личинку. И вот пчелы набирают себе воду. У вас на плече пчела, мне кажется, она присела отдохнуть, приняла вас как родную душу, которая ей обязательно поможет. Поэтому она у вас подтирает лапки и собирается дальше. Теперь можно попробовать тот ценный продукт, который все лето добывали пчелы. Вкусно и полезно, это еще слабо сказано. Кажется, от одной ложки меда сразу становится веселее и энергии прибавляется. Поддержка иммунитета и профилактика многих болезней. Вот главная цель пчелиной работы. Как победить пчел в этой армии? Ну, тут уже как получится. Брать отдельно. Отдельно. Ну, вот надо отломать вот так вот. Они так жужжат. Не бойтесь. Только смотрите, чтобы... Надо поверить, да, кусочек? Да, берите весь, весь, весь берите. Чтобы пчела не попала в рот. Как был собран этот мед? Ну, собран. Это горный мед из горного разнотравья. Мы вывозим пчел в том числе и в горы. Но я вам скажу, что я свой день и начинаю с чая как раз с сотовым медом. Уже много лет натощак я стою и вот пью чай. Или на травах, которые мы сами собираем, вот как в данном случае мят, чай из крымских трав. Кто ест много меда, он живет, наверное, долго? Конечно, будет и должно быть и здоровье у пчеловодов отменное. Ну, кроме, допустим, кроме меда, еще пыльцы или перги употребления, еще вот нас кусают пчелы. А пчелы кусают, бывает, за день и десяток, и два, и сотня пчел кусает пчеловода. Но яд, который, вот пчелиный яд, это не… Яд этот тоже лекарство вообще-то. При остеохондрозе, при радикулите практикуется, я даже сам себе, в область поясницы садится определенное количество пчел. Яд начинает работать, быстрее обращается кровь. Когда ко мне кто-то там попадает посторонний на пасеку, или вот журналисты, я говорю, да вы не бойтесь, люди платят деньги за то, что их лечат, вот пчелы ужаливая. А здесь бесплатно. Кроме меда, есть и другие произведения пчелиного искусства. Пыльца, перга и даже воск, из которого можно делать красивейшие свечи. Главное, чтобы у нашего героя было на это время. Вот у пчел, например, есть время отпуска – зима. А есть ли оно у пчеловода? Ой, да, мы очень любим путешествовать. Это, наверное, самая большая наша семейная традиция уже, потому что у нас наш папа, наш муж мой втянул нас всех в катание на лыжах. И теперь каждая зима, это у нас, мы несколько раз, раза три, наверное, точно за зиму ездим. Дети, ну вот все, у нас все катаются, кроме самого младшего. Его вот, ну не в этом году, конечно, ему два года, в три года мы его планируем уже точно поставить на лыжи. Я люблю все времена года. Зимой хорошо, потому что нету такого напряга в работе, извините за такое выражение. Вот, немножко спад и уже можно передохнуть от летнего сезона. Ну вот, ну и потом зима, это лыжи, это коньки. Я люблю и у нас, в принципе, все и на коньках катаются. Нравится и лето, активный сезон. Ну и в то же время какой-то небольшой, небольшая отдушина бывает в промежутке, когда можно там с семьей съездить на море, море, вот, покупаться. Да и вообще, ну, тепло, хорошо. Конечно, у пчел нет задачи обеспечить счастьем все человечество. Они просто занимаются тем, что в них заложено природой. Но такая задача есть у пчеловода. И наш герой знает это наверняка. И будущее представляется в медово-желтом и солнечном свете самого вкусного и ароматного меда. Радость – это, ну, смех моих детей, наверное. Ну, скорее это. Поэтому я стараюсь, чтобы всегда они улыбались и доставляли мне эту радость. Счастье мне приносит мое любимое занятие. На данный момент пчелы. Уже 33 года я занимаюсь пчелами. Общение с природой, моя семья, мой тыл, мои дети. Это все вот в комплексе. Это мое счастье. И, наверное, мы этим живем и должны жить. Это самое главное. Ну, и цели, которые, несмотря на то, что я занимаюсь 33 года пчеловодством и возраст уже солидный. Но все хочется и хочется заниматься пчелами, заниматься этим видом деятельности, жить. Дарить медовое счастье другим. Это мед, добытый своими руками. А во-вторых, это продукт, незаменимый продукт. Конечно, чувствуешь наслаждение. Но если ты любишь, а не любить мед, я думаю, что нельзя. Мед, он, как говорил Винни-Пух, он или есть, или его нет. Не зря же мультик даже сняли про Винни-Пуха и пчел с медом. Поэтому я думаю, что и мед тоже должен быть мерилом счастья.